Из года в год неподалёку от гарнизонного кладбища проходит митинг, посвящённый Международному дню освобождения узников из фашистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания. Десятки людей собираются, чтобы возложить цветы и венки к памятному знаку жертвам нацизма, где покоится прах более двух тысяч мирных жителей, замученных в годы репрессий. Именно в этот день, в 45-м году, в Буквайле интернациональные узники организовали восстание и в этот день вышли на свободу. Самое главное, что таких концлагерей по всему миру, в том числе и на оккупированных территориях фашистов, было более 14 тысяч, через которые прошло почти 18 миллионов человек. 5 миллионов – это были граждане бывшего Советского Союза. Только на территории Беларуси располагалось 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. 14 из них были детскими. Среди тех, кто по неволе попал, но сумел выжить в нацистской машине смерти – члены Ассоциации малолетних узников фашизма Брестской области. Многие умирали от пыток, их даже пытали, забирали кровь, качали с них немцам, раненых немцев, лечили нашей кровью. А кто терял сознание, тех даже живьем закопали в землю. Страшные вещи творили они и испытывали всевозможные болезни, заражали нас. И на выживание, сколько человек, ребенок может голодом выдержать, вот такие. И поэтому все, кто в нашей организации, все организации, все что-то перетерпели от фашистов. Мама была членом РКК спецгруппе. По доносу она была арестована. По доносу меня арестовывают второй раз, как дочь коммунистов. И отправляют вместе с тетей в тюрьму. А потом из тюрьмы нас вывозят в Германию. Сколько лет вам было тогда? Мне было пять лет. В 43-м году мне было пять лет. И пробыла я в Маутхаузене полтора года. С каждым годом свидетелей тех событий остается все меньше. Но память жива. Ведь практически в каждой белорусской семье остается этот трагический след. Мой дедушка тоже воевал и был узником концлагеря. Мы сами не видели этих страшных событий. Но мы считаем, что молодежь должна помнить и знать нашу историю. И знать, что это было. И чтобы это не повторялось в будущем. Никто не зовет этих людей приходить сюда. Но вот уже 31 год они собираются вместе. Не столько ради прошлого, сколько ради будущего и общей памяти.